Ну, пришли ко мне домой в пятницу без 15.09. Старший сын открыл дверь, потому что он мелкого в садик вел. Флаг 4,5 на 12 метров. То есть получается белая полоса 1,5, красная 1,5, белая 1,5. Ну и высоту 12 метров это с третьего этажа Даны до первого этажа, ровненько до пола. И ко мне начальник РУВД очень сильно приставал. Почему вы это сделали, зачем вы это сделали, чего вам в жизни не хватает, он там в кабинете на меня орал. Но я все выводила на то, что красивый флаг, нравится мне флаг, люблю, чтобы было красиво. Людям в Дане очень понравилось, они потом фотозону устроили там около этого флага. В моей ситуации это лучше. Некоторые девчонки, ну, девчонки помоложе, которые без детей, и женщины постарше, у которых уже выросшие дети, которые, ну, дети самостоятельные, они говорили, что им проще отсидеть, чем отдавать эту страшную сумму, вот, ну, непомерную. Младший, ему шесть, вчера исполнилось, кстати, вчера. А я пропустила день рождения сына. Он вообще ничего не понял, ну, пришли дяди, пришли. Он бегал, еще им нашу кошку показывал, приносил. Но старший, конечно, понял, ему 18. Старшая дочка, я думаю, тоже поняла. Но насчет средних не знаю, сейчас приеду домой, посмотрим как там, и что. Я думаю, что это было сделано специально. И то, что и меня не отпустят. Потому что, как мне рассказывали, ну, вот эти вот ребята-следователи, ну, те, которые помоложе, которые такие полояльнее, они рассказывали, что эта акция произвела настолько большое впечатление в городе, я имею в виду у высшего милицейского начальства, что их там, ну, самих чуть не прибили и сказали, найдите. Ну, я говорю, ну, хорошо, вот, хоть меня нашли. Он говорит, о, да, хотя бы вас. Вот, и потом, когда я уже сидела в КПЗ, ворвался замначальника этого ООПП, отдела охраны правопорядка и профилактики, и начал на меня орать матом, мат через каждое слово. Я тебе, блин, устрою веселую жизнь. Ты у меня будешь кататься каждые три дня из Окрестина в РУВД и обратно. Мы тебе каждые трое суток будем писать новый протокол, пока ты не вспомнишь тех, кто с тобой рядом был. Я говорю, как я вспомню, если я не знаю? Задержание было осуществлено правомерно, поскольку закон позволяет задерживать женщин, имеющих детей, причем не ставит в зависимость количество этих детей, либо возраст этих детей. Закон не позволяет задерживать только несовершеннолетних и определенных должностных лиц. Также и статья 23.34 позволяет женщине, имеющей несовершеннолетних детей, назначить штраф. И размер такого штрафа неограничен. Закон и, в частности, Процессуальный исполнительный кодекс об административных правонарушениях и Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь не знают таких понятий, как целесообразность в данном случае. Двое суток Двое суток мы провели в шестиместной камере без матрасов, без одеял, без подушек. Мы периодически… А, свет не выключался всю ночь. Ну, хорошо, хоть маски есть, так на глаза можно носить более-менее. Мы периодически там стучали в эту кормушку. Ребята, дайте хоть одеяло. Очень холодно было, дико холодно. Очень. Мало того, чтобы мы не раздевались, но мы и в обуви спали. Не в шапках, там у кого шапки были. Они говорят, ну вот в 10 вечера снимите матрасы, сверху развернете, и там будут вам одеяла. Мы такие, так нет у нас матрасов. А, вы зма горы? Так зма горам не положено. Ну вот.